Вам тоже надо взять телефон или блокнот. Всем, это всех касается. Вы только фотоаппарат можете оставить. Геннадий, вас тоже касается. Значит, я вас попрошу сейчас написать две цифры. Число 40. Писается? Отлично. Отлично. Давайте к ним еще три нуля. Должно получиться 40 тысяч. Получилось? Отлично. Мы с вами молодцы. Теперь добавляем слово рублей. 40 тысяч рублей. Представьтесь, да? Следующее важное задание. Это рядом написать. Что бы вы сейчас делали, если бы рядом с вами оказалось 40 тысяч рублей? Написать надо. Напишите. Ну, 40 тысяч рублей с вами рядом получилось. Вот вы прямо в этой же строчке напишите 40 тысяч рублей. Кто бы напишет 40 тысяч рублей? Тайсон там, да, например, да? Или 40 тысяч рублей? Твойной набор. Новая газонокосилка. Что вы сказали? Тройной набор. Тройной набор, допустим, да. Дечи или обедущихся. Или 40 тысяч. Что? У всех разные вещи. 40 тысяч могут быть связаны, да? У некоторых 40 тысяч это, может быть, ребенку за первый семестр заплатить школу или учебу. У всех разные. Ну, у всех на что 40 тысяч потратить? Отлично. Отлично. Переходим на следующую строчку. Или на той же страничке, просто на следующую строчку, да? Прошу вас написать число 100. Написали 100? Догадайте, что дальше надо писать. Значит, написать три нуля, да, добавить три нуля. Должно получиться 100 тысяч. У всех получилось? Слабо. Все получилось? Отлично. Теперь отправляем слово рублей. И прошу вас написать, что бы вы сделали, если бы вот сейчас рядом с вами оказалось 100 тысяч рублей. Вы не пишете, вы тогда скажете, да? 100 тысяч рублей, и рядом вы напишете. Теперь вот три на два ЛР. Отлично. Хорошая инвестиция. Одна из лучших, да? В здоровье инвестировать самое перспективное, да? Но, наверное, не все только на ЛР деньги тратят, да? Наверное, 100 тысяч еще на что-то тратят, кстати. У всех получился определить на что 100 тысяч рублей подарить? Да. Вам какая первая? Какая строчка нравится? Первая или вторая? Обе? Обе, да, лучше и то, и другое, конечно, да? Обязательно, если этого выбирать, наверное, вторая строчка интереснее, да? Это упражнение мы с вами сделали не просто так. Мы их сейчас немного вернемся чуть позже. Я хотел бы с вами свое выступление начать с небольшого рассуждения, с одной стороны поделиться с вами немножко с тем, что сейчас происходит на рынке, на рынке в том индустрии, в том бизнесе, которым мы с вами занимаемся. Вы же знаете, что мы в МЛМ, да? Для кого-то я сейчас секрет открыл? Кого-то сдал сейчас, да? Мы тогда с вами знаем, что мы с вами в МЛМ. Давайте посмотрим, как сегодня выглядит реальность МЛМ сегодня и как сегодня наши дозри выглядят. Вот смотрите, сегодня на нашем рынке есть компания, да, где можно очень быстро стартовать и буквально с первых месяцев начать получать интересные деньги. Ну, для первых месяцев интересные, да? Пять, десять, пятнадцать, двадцать тысяч. Вот, но потом в перспективе выйти на определенный доход и в течение многих-многих недель, месяцев, иногда и лет оставаться на, ну, в принципе, неплохом доходе, да, сорок мы с вами нашли, на что потратить, да? Но, к сожалению, так построен макетинг-план, так построен бизнес этих компаний, где ты быстро заходишь с какими-то интересными, на тот момент, на одной старте, деньгами, но долго остаешься стабильным, хорошим, красивым, постепенно растущим доходом, который, там, видите, едва я достигаю 50 тысяч рублей. Интересное предложение? Ну, плюс-минус интересно, да? 50 тысяч на дороге не валяется. Согласны? Есть такой, да. Вот. Ну, это один тип компаний, которые есть на рынке и таких, я бы вам сказал, даже большинство, если вы узнаете. Есть другой тип компаний, да? Есть компания, где на старте, пока ты учишься, пока ты разбираешься, пока ты находишь свои слова, пока ты со своими страхами плюс-минус борешься, справляешься и обязательно справляешься. Но когда этот момент происходит, то ты круто идешь вперед, и твой доход быстро переходит в 50 тысяч, быстро уходит, как вы видите, в район 100 тысяч и больше 100 тысяч рублей. Есть такие компании тоже на рынке, они тоже работают в MLM. И те, и другие в MLM-компании, да? И те, и другие в этом же зале собираются, кстати. Вы в курсе, да? Да. И те, и другие здесь бывают, да? Например, сегодня здесь одна из таких вот, да? Ну, давайте посмотрим на оба графика. Вы бы какой выбрали? Зеленый или синий? Зеленый. Мы уже выбрали, Голос. Вы выбрали, — это завтра. В целом-то да, в целом-то вы уже выбрали и вы выбрали, скорее всего, зеленый. Не спроста ли зеленый, как вы думаете? Не спроста ли зеленый? А у меня не спроста ли зеленый? Я бы сказал, что их большинство, которые вам будут обещать, что на второй, на третий месяц у вас еще появятся плюс-минус заметные денежки. Тут, видите, они заметные, они всего там где-то находятся, вроде 10-20 тысяч. Я сам от 10-20 тысяч не отказываюсь. Если сейчас не скажешь, что максимум 20 тысяч для тебя, я их, конечно, заберу. Если будут уолины, то уолины оставлю. Но если скажут на меня, конечно, я заберу и не буду от них отказываться. Но одновременно мы с вами понимаем, что, как правило, за этим стоит очень ограниченная возможность движения вперед. Она реально ограничена. ЛР немножко другой. И вы это все знаете, вы уже выброс его сделали. Просто это очередной момент вас напомнить и вас уверить в том, что ЛР немножко другой. Мы на старте иногда требуем чуть больше времени, чуть больше усилий, чуть больше энергии для того, чтобы разобраться. Почему? Потому что у нас продукт премиум. Потому что у нее цена премиум. Потому что мы с вами продаем не то, что дешевле, чем у всех. Мы продаем то, что лучше, чем у всех. А то, что лучше, чем у всех, оно требует определенного усилия. В том числе определенного момента, который нужно поймать, чтобы разобраться с работой. И дальше спокойно работать. Дальше спокойно работать. Спокойно пересекать вот эту вот синюю линию. Несмотря на то, что может быть даже кто-то уже вам машет рукой. Говорит, смотри. Смотри, ты вот здесь, а я вот здесь. Несмотря на это. Если мы с вами понимаем реальность. Я уже вот здесь, но мне потом буду дыхать за годами. Либо я вот здесь, но вот это у меня уже недалеко. То, конечно же, выбираем зеленый ряд. Правда? Я вас хочу призвать. Вот это может быть даже фотографироваться с вами. Потому что наверняка не раз не могут упрекать разные люди. И много интересного нас тратка не нашла. С другой стороны, в этом зале есть люди, которые тоже в своей жизни уже какую-то часть своей жизни потратили на работу со мной в компанию. Они вам тоже расскажут своим опытом поделиться. Поделиться и расскажут, как бывает у других. И что из этого правдует, что из этого неправда. И, ну, наверное, сами для себя все мы взрослые люди. Да, я не буду вас дальше убеждать. Сами для себя мы все можем сделать выдачу. Давайте посмотрим пример. Вя. Как вы думаете, что такое Вя? Витя. Еще одна. Витя, одна буква, а нет, ну, две совпадают. Но вы в правильном направлении думаете. Это не Витя, это Вячеслав. И Вячеслав сегодня, в том числе Вячеслав, находится в зале. Не будем его пальцем показывать, фамилию называть. Так вот, давайте посмотрим, значит, мы посмотрели на жизнь Вячеслава в ЛФ несколько лет назад и сегодня. Вот смотрите, заход Вячеслава несколько лет назад был 11 тысяч на 17 рублей. Большая сумма? Ну, ну, правда. Наверное, это больше, чем минимальный кризис, да? Да. Это всего сумма. Но, если мы с вами объективно понимаем, наверное, сумма не очень большая. И на самом деле, когда партнеры ВЛР начинают, кто-то первые месяцы там и 500, и 700 рублей зарабатывает, а кто-то и, там, спустя год на 11 тысяч рублей. Ну, это нормально, потому что у нас с вами какой-то продукт, да? Потому что у нас с вами с одной стороны, с другой стороны, у нас с вами другая перспектива, да? Ну, и вот во что сегодня превратились эти 11 тысяч рублей. 150 тысяч рублей. Нормально? Вячеслав, правда? Да. Правда. Это на самом деле правда, да? Это если мы говорим про то, что... Это минимум. Минимум. У нас больше. Ну, вообще. Будет еще и еще больше, да? Я сейчас беру четко июльскую цифру. И мы ее подтверждили. Наш семейный бизнес. Смотрите, еще один пример. Ай. Айнабуль. Айнабуль. Айнабуль, да. Айнабуль тоже подходит, но, да, в случае, Айнабуль, да? Вот мы посмотрели на Айнабуль. Все так себе немножко представили на Айнабуль, да? Да. Женщина в платье в белом. Да. А кто Айнабуль вообще знает, Витро? Слышал. Айнабуль-то один из наших партнеров, который тоже живет, хоть не так далеко отсюда, да, в Оренбурге, строил свой бизнес. И сейчас в хорошей квалификации нам закрыл золотые дизернизации. Ну, смотрите, Айнабуль тоже несколько лет назад был вот такой вот чек. 11 тысяч на 45 рублей. Ну, тоже мы с вами забрались. Тоже деньги, как бы, да? Ну, не очень большие, да. 532 тысячи рублей в июле доход Айнабуль. Круто. Круто. Хорошо. Это чуть-чуть ваш миллион. С другой стороны, это за два месяца. Айнабуль? Да. За два месяца миллион. За два месяца миллион. Нормально. Да, я думаю, что нормально. Давайте еще посмотрим. Йо. Йо. Йо дизли, да? Ну, это загадчик. Кто такой Йо? Йо. Йо не злорян. Да, Йо вряд ли не так. Йо, с вашего разрешения, поделись. Мы посмотрели на несколько лет назад Йо. Йо, конечно, компания стала достаточно давно. Мы это знаем, да, у нее история. Больше 10 лет уже компания была, да? Но все равно, несколько лет назад, вот такой был чек. В принципе, 112 уже неплохо, правда? Да. Ну, я думаю, что там в среднем... Ну, нет никого в зале, кто бы от этой суммы отказался. Я даже лично не пропускаю. Но допускаю, что, возможно, у большого части аудитории нашей сегодняшней в этом зале их сегодняшний доход к этой сумме еще стремится. Не то, которое они вас вокруг, да? Вот, ну, отлично, да? Вот, смотрите, прошло несколько лет. Вот, во что это превратилось. Тоже нормально. Тоже нормально. Тут мы с вами можем даже сниматься. А если кто-то снимается, тогда есть Йо. Илдэйс. Илдэйс, не знаю, будет в спальсюре, будет показывать, свой чек, когда это не будет. Но это, на самом деле, реальность. Это еще не все, что Илдэйс получила. Полмиллиона вы видите уже в руках, Владимир. Еще раз сегодня увидите. Вот. Это помимо того, что еще полумиллион. Ну что, еще один пример посмотрим, да? Мы сейчас про реальность реальность говорим. Это то, что по факту вас ждет. Вот то, что по факту вас неминуемо ждет, если двигаться дальше. Если двигаться дальше, мы даже знаем, как двигаться дальше. Гу! Я думаю, что да. Кто будет, наверное, представлять себя? Я вам сейчас не про вымышленных персонажей, не про Микки Маусов, не про дядю Скруча. Отсказывают про наших реальных партнеров, которые в реальной своей жизни живут вместе с вами. Вот у Гульнара, тоже Гульнара там давно присоединилась, да? Наверное, одно время плюс-минус с вами. Да, мы со мной, да. Это уже несколько лет назад, по разным причинам, у Гульнара был человек, что не очень большой, 42 тысячи. Не очень большой. Гульнар это небольшой человек. Это хороший человек, в принципе, 40 тысячи. В принципе, нормально, 40 тысяч уже, как бы, уже можно. Мы с вами уже все, в принципе, решили, на что мы потратим даже, да, несколько минут назад. Ну, давайте посмотрим, что спустя несколько лет произошло с Гульнаром. Берем все еще так. И еще 55 рублей на то, чтобы на автобусе проехать. Реально? Реально, это те деньги, которые наши реальные люди, наши реальные партнеры, наши реальные лидеры зарабатывают вместе с ЛЭДом. И реально, это те этапы, через которые наши партнеры прошли. Это в месяц, да? В месяц. А вы понимаете, что это в месяц? Это в месяц, да, конечно же, в месяц. Я думаю, что никто не снивается, что это в месяц. Это в месяц, да? И вы видите, что все наши партнеры, которые зарабатывают сегодня больше, чем вы, среди, больше, чем вы, да? Они все равно все прошли через те же этапы, через которые вы сейчас проходите. Они все прошли через свои 500 рублей первого чека, через 1000, 2, 3 первых плюс-минус заметных, там, относительно денег, да? Тоже прошли через свои 11, 12, 15, 40, да? Кто-то даже к своим 100 пришел, не остановился, пошел дальше. Это все по определению того, что то, о чем мы с вами говорим, тот небольшой график, который я вам показал, это наша LR-реальность. Это так и есть. И на самом деле так и есть, и не пугайтесь, если ваш первый, второй, третий доход или ваш путь становления в LR, который может быть у кого-то длиннее, у кого-то короче, он не сопровождается огромными деньгами. Он сопровождается очень скромными деньгами, это правда. И я не буду здесь с вами спорить. Кто-то, откуда-то, может вам помахать и сказать, там, да? У нас здесь лучше, больше. И, возможно, на старте где-то, как вы это услышите, это будет правдой. Там будет на старте больше, там будет на старте, возможно, в деньгах интереснее. Против ваших 5000 там будет 15, даже макс. Но в LR, потом будет вот это. А там к такому вы практически никогда не придете. А здесь мы говорим, что это результат нескольких лет. Несколько лет это много или мало? Мало. Мало. Нормально, в целом нормально. Это не очень много, это не много. Нельзя сказать, что это в том числе и мало. За несколько лет наши дети начинают ходить, начинают школу заканчивать. Замуж выходят, женятся, своих детей рожают. Тем не менее, это такая ситуация, которую нас соберет. Ожидать то, что работая в Татнефти за несколько лет, можно вот такую карьеру построить, наверное, в Татнефти можно и сейчас только заработать, но что-то можно за несколько лет вот такую карьеру построить, далеко не факт, не правда? Нет. Далеко не факт. Или вот такую карьеру там построить, вот такую, в 42-х ночах, с секретаря в приемной, и то, наверное, кучу помолочек подключать, и вот к этому прийти спустя несколько лет. Возможно так в Татнефти? Нет. Ну, мало. Во сне. Во сне, да. Ну, либо какими-то такими маневляциями, о которых романы пишут, с разными развязками, интригами и так далее. Но в целом нормальными действиями через это не придётся. Вот это ЛР, да? И вот, соответственно, вот этот график, как в ЛР будет расти ваш доход, он на самом деле именно такой. Поэтому я хочу успокоиться со мной с разумом. Просто, когда ваши партнеры беспокоятся, когда ваш начинающий партнер, двигающийся к купюрошек делается, беспокоится, что что-то не так, всё так. Всё так, не волнуйтесь. Всё так, всё так и задумано. Всё так и задумано, что мы компания, где немножко больше времени на разгон, зато потом становится очень интересным. И, приоткрывая небольшую завесу, хочу сказать, что у нас в сентябре ждут большие новости. Станет ещё интереснее. Станет ещё интереснее. И станет ещё интереснее вот в этой части, когда вы выходите на нормальную жизнь. Я, наверное, вам не открою антайдер, и я в своём об этом отношении сказать, да, что появление 15-20-30 тысяч дополнительных целей на бюджете, они помогают решить какие-то проблемы, но они кардинально не изменяют качество жизни. Даже если рассчитывать на пенсионные доходы 10 тысяч рублей, он превращается в 20-30, жизнь кардинально не поменяется. Просто многие вещи закроются и от проблем уйдут, да, потому что качество жизни всегда не изменится. Ну, наверное, скажете, не изменится. Всё-таки плюсная жизнь остается так же. А вот когда у тебя 200-300, да, а за год это 2,5-3 миллиона, или 3,5 миллиона, да, когда ты сможешь уже задумать, там, сделать большой ремонт в своей квартире или даже переехать в другую квартиру и продавать, которую у тебя есть, или купить дом, или купить машину, или взять машину у компании, что тоже прекрасный, да. Всё это возможно вместе вот этими квалификациями, вместе вот с этим переходом. И он обязательно каждый из вас ждёт. Мы сейчас об этом тоже поговорим. Говорим, это возможно, потому что есть уникальная возможность увеличивать доход. У нас есть бизнес-модель, которая позволяет каждому без больших вложений со старта начинать и воплощать жизнь своей мечты, двигаться вперёд, да. И при этом у нас есть возможность получать гарантированный доход уже на первых ступеньках. Здесь вы знаете, про что я, наверное, скажу сейчас, да, это программа FastTrack. И это ещё одно подтверждение того, что в ЛР денежки начинают появляться, не с первого шага, но начинают появляться и начинают появляться заметно. Спасибо.